Здравствуйте, мои зрители и подписчики. В этом видео я представляю отзыв, обзор, очень краткий, на книгу Серенок Еркегора «Страх и трепет». В центре внимания автора трактата «Страх и трепет» вопрос о вере в Бога и ее возможности в современных условиях. В качестве основы мыслитель обращается к ветхозаветной повести об Аврааме и его любимом сыне Исааке. Парадоксальную сущность веры Кьеркегор вскрывает через размышления по поводу чудо спасения Исаака и самоотверженности Адама. Если верить Кьеркегору, Авраам идет узким путем веры и готов принести в жертву Господу собственного сына. И Исаак покорно идет за отцом, ибо превыше всего Моисея воскрежали. И Исаак почитает отца своего и мать свою и обретает вторую жизнь, ибо испытание верой Авраам проходит достойно и путь к Богу, которым идет Авраам, оказывается единственным узким путем и никакого иного не дано. Именно в этом трактате Сёринг Еркегор признается, пусть даже само безумие станет трясти у меня перед глазами шутовским нарядом, всем своим видом давая понять, что в него надлежит облачиться мне. Я и тогда смогу спасти свою душу, если буду стремиться не столько к земному счастью, сколько к тому, чтобы во мне возобладала моя любовь к Богу. И вот в этой книге, возможно, вот я только две книги Киркегора прочитал, возможно, именно в этой книге появляется так называемый прыжок веры и рассуждение о нем, как раз на примере вот этого прыжка веры, который совершает Авраам, поверив Богу, и берет с собой сына Исаака на гору. И он совершает этот прыжок веры вплоть до того момента, когда он уже развел костер, и тут он слышит бычка или овцу бления, которую Бог послал этому Аврааму, чтобы он вместо сына принес в жертву этого животного священного. И здесь Киркегор дает это понятие прыжок веры. И потом, мы это понятие встречаем еще у других мыслителей, но уже после Киркегора. Из этой книги берет свое начало гуманистическая психология, экзистенциальная психология, психотерапия. Виктор Франкл, Рола Мэй, Ирвин Ялом неоднократно цитируют в своих работах по психологии и психотерапии Серина Киркегора. Трактат был опубликован в 1843 году под псевтонимом Иоханнес де Силенсио. Иоанн Молчальник. В богословском творчестве Киркегора основное внимание уделяется христианской этике, институту церкви, различия между чисто объективными доказательствами христианства, бесконечному качественному различию между человеком и богом, субъективному отношению личности к богу-человеку Иисусу Христу, которое прошло через веру. Большая часть работ Серина Киркегора посвящена христианской любви. Он крайне критически относился к доктрине и практике христианства как государственной религии, такой как Датская церковь. Его психологические работы исследовали эмоции и чувства людей, когда они сталкиваются с жизненным выбором. Для меня, по сути, вот эта книга, это первая книга Серина Киркегора, которую я начал читать. Я ее начинал читать еще в 2017 году. Купил в шестнадцатом году, когда ездил в Питер и читал в семнадцатом году. Как тогда было? Тогда еще было более мягкое отношение в университете к преподавателям, чем сейчас. И я откопировал себе эту книгу, сделал копии на листах с двух сторон. Это вот, это листы с примечаниями. Я примечания откопировал и основной текст откопировал. И я брал эти копии с собой на практические занятия и на лабораторные. Я раздавал студентам задания. Особенно хорошо было на практике, на практических занятиях. Я подготовил задачи по вариантам. Раздал. Студенты решают. У меня свободное время. Я читаю Киркегора и делаю заметки на отдельном листике. Тогда это было возможно. Сейчас, к сожалению, ситуация изменилась в худшую сторону. Если преподаватель приходит на пару, то, соответственно, если он делает что-то другое, постороннее для себя, то студенты стучат. На кафедру, в деканат и так далее. То есть, саморазвитие стало практически невозможным в такой ситуации. И приходится просто телепужить, как батрак. Ну, давайте я вам вот то, что я выписал, я вам зачитаю эти цитаты из Страха и Трепета. Жизнь — это отчаяние, если у человека нет вечного сияния. Жизнь была бы безутешна и пуста, если бы не было священных уз, соединяющих человечество воедино. Жизнь была бы безутешна и пуста, если бы человеческий род проходил по свету, не оставляя следа. Герой — это для писателя как бы его собственная лучшая сущность, в которую он влюблен. Писатель радуется тому, что герой — это не он сам. Каждый велик в мире относительно величины того, что он любил. Тот, кто любил самого себя, стал велик через себя. Тот, кто любил других людей, стал выше через свою преданность. Тот, кто ожидал невозможного, стал самым великим из всех. Тот, кто любил Бога, стал великим из всех. Велик мощно, чья сила лежала в бессилии. Велик в мудрости, чья тайна заключалась в глупости. Велик в той надежде, что выглядело как безумие. Велик в той любви, что является ненавистью к самому себе. Экзистенциальный страх — не боязнь чего-то определенного, но страха, как неизбывной тревоги, лежащий в основе человеческого существования и коренящегося в первородном грехе. Тот, кто работает, не может погибнуть. Гений с самого начала дезориентирован относительно всеобщего и поставлен в отношение с парадоксом. Либо, отчаиваясь от своих ограничений, которые в его глазах превращают все его всемогущество в бессилие, он ищет себе демонического утешения и поэтому не хочет признаться в существовании этих границ ни перед Богом, ни перед человеком. Либо он становится религиозным в любви к Божественному. Он может сказать что угодно, однако одного он сказать не может. И даже если бы он мог это сказать, не может сказать так, чтобы другой его понял, а потому он и не говорит. Если бы он даже понимал все языки земли, если бы даже любимые его поняли, он все же не может говорить. Он говорит на Божественном языке, он говорит на незнакомом языке. Трудно наблюдать нечто превосходящее твой собственный уровень. Некоторые цитаты, на которые упал взгляд во время чтения. И мне уже писали в комментариях к другому видео, что я цитирую каких-то писателей, как будто я согласен с тем, что тут написано. Возможно, что я не согласен. И как раз для того, чтобы понять возможность, с чем я не согласен, я выписываю эти фразы. Эти фразы я выписываю, потому что во время чтения они засветились и я их увидел ярче, чем другие. Поэтому я их выписал, эти фразы. Чтобы потом еще раз над ними подумать. А возможно, не один раз. Это был обзор страха и трепета Сёрина Киркегора, родоначальника философии экзистенционализма, философии наличного существования. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам есть что добавить или покритиковать мой отзыв. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.